И так, уважаемые дамы теперь и господа, я буду рассказывать о развитии современной эпидемиологии и назвала свою лекцию, может быть, на первый взгляд, причудливо, на пути к все более приближенным оценкам, потому что действительно так получилось, я дальше расскажу почему, что эпидемиология, которая считала себя, как и некоторые близко находящиеся науки, научившиеся что-то измерять, вдруг обнаружила на рубеже 20-21 века, что все измерения чрезвычайно приблизительны. И сегодня стоит вопрос о том, что нужно пересматривать очень многие оценки, пересматривать методологию, а некоторые разделы, такие как, допустим, эпидемиология вопросов, связанных с питанием, эпидемиология вопросов, связанных с поведением, эти вопросы нужно просто проще всего перечеркнуть и начинать все с чистого листа. В нашей медицинской, около медицинской области принято начинать все выступления с сообщения о потенциальном конфликте интересов, наверное, потому что считается, что врачи наиболее продажные. У меня потенциальных конфликтов интересов по отношению к материалам, о которых я буду говорить сегодня, нет, но вообще я выполняю контрактные работы и для государственных, и негосударственных организаций, в том числе и фармацевтических компаний. Но подчеркиваю, здесь у меня в отношении сегодняшнего материала никаких конфликтов интересов нет. И вот тут мы сразу с вами от вопроса о конфликте интересов переходим к одному очень важному событию, которое всколыхнуло весь мир клинической эпидемиологии, а именно история с организацией, которая называется The Cochrane Collaboration. То есть не она называлась The Cochrane Collaboration раньше, а сейчас называется просто Cochrane. Вы можете погуглить, это довольно большая организация. Эта организация была создана в 93-м году, я присоединился к ней в 96-м году, и вот в научной области, в научно-социальной области, в методической области, по-видимому, за последнее время не было ничего, что было бы более восхитительным, прекрасным. И ежегодные коллоквиумы этой организации, это было то, ради чего я вот кончался коллоквиум, и я сразу ждал этого события на будущий год. С 96-го по 2008-й год я не пропустил ни одного, не находил деньги для того, чтобы там оказаться и в Австралии, и Южной Африке. Организация была создана международной группой идеалистов, которые поставили перед собой задачу обобщить, применить к отдельным медицинским вмешательствам все знания об эффектах этих вмешательств. Не только эффективности, как говорят, в достижении полезного эффекта, но вообще эффектах, в том числе и вредных эффектов. И вот эти идеалисты стали первоначально работать над идеей того, что нужно врачам создать просто очень хорошую базу данных, чтобы они хорошие исследования могли легко найти и свои решения медицинские принимать в соответствии с этими данными, которые будут у них под руками. К этому времени была уже создана методология, о которой я скажу дальше. Но оказалось, что эта методология, которая была создана в начале XX века, она оказалась очень несовершенной. Эта организация оказалась центром такого идеалистического поиска правильной методологии, оценки качества исследований и обобщения их. И вот эта организация продолжает развиваться до сих пор и сейчас, но очень важно, что вот эта группа преимущественно европейских идеалистов, которые эту организацию создали, они сразу понимали, что большим риском для этой организации является влияние на научные данные фармацевтической индустрии в первую очередь. Ну, вообще фармацевтическая индустрия, она самая научно основанная, там больше всего хороших данных, и поэтому лекарства оказывались, естественно, в центре внимания. А фармацевтическая индустрия, она покупает врачей, сама оплачивает исследования, результаты исследования сильно зависят от того, что хочет получить производитель, производитель лекарства. И вот герой вот этой моей первой истории, Питер Гочи, Питер всегда восторгается, когда иностранцы не нордического происхождения правильно пишут его фамилию, потому что другие не способны это дело воспроизвести, я долго учил. Да вот Питер Гочи был одним из основателей вот этой организации, The Cocaine Collaboration, и человеком, который был самым сильным, самым эмоционально заряженным борцом с влиянием фармацевтической индустрии на работу этой организации и вообще на медицину. Вы можете в интернете найти массу материалов, посвященных ему. На YouTube есть несколько его очень ярких выступлений. Эти выступления настолько яркие, что организации в ее нынешнем состоянии, а сегодня это уже не коллаборейшн, а просто Кокрейн, и она, как бы сказать, инкорпорировалась, то есть она стала как бренд, как организация, которая зарабатывает деньги для своего развития. Она сильно изменилась, эта организация. И вот эта позиция Питера Гочи против конфликта интересов, против влияния индустрии, она оказалась в этой организации сегодня неприемлемой. И произошло то, что вообще-то в общественных организациях, международных происходит крайне редко. его формально исключили из международной организации, соучредителя организации, одного из самых известных людей в этой организации, безусловно, звезду мирового масштаба, в этой области, может быть, первой пятерки человек в мире, его формально исключили. Человек потерял работу, потому что министр здравоохранения Дани его уволило с должности директора Кокраиновского центра в Королевском госпитале. Это произошло потому, что он выступал против чего? Выступал против последней, что это было не единственное, но последней. Он выступал против легкомысленного, неправильного и, может быть, необъективного обзора по эффектам антипапилломовирусной вакцинации. Вирус папилломы человека – это такой вирус, который очень широко распространен и имеет массу вариантов. В конце XX века было показано, что он вызывает рак шейки матки и некоторые другие опухоли. Несколько фармазевтических компаний создали вакцины, которые должны защищать молодых людей, у которых еще нет этого вируса, от заражения этим вирусом и потенциально защищать от будущего рака. Эти вакцины были зарегистрированы сначала в Соединенных Штатах, потом в других странах, в том числе сейчас зарегистрированы и в России. Предполагается, что эти вакцины должны быть предоставлены многократно неинфицированным людям, чтобы они потом не заразились этим вирусом. Но, естественно, никаких доказательств того, что они защищают от рака, не было получено. Потому что для этого нужно ждать десятилетия. Поэтому было показано только, что они защищают от называемых предраковых состояний. И вот целый ряд испытаний были такие, что они имели такое вот сомнительное качество и недостаточно описаны. И вот Питер Гочи просто поднял голос о том, что не все испытания включены в систематический обзор, эти испытания, возможно, низкого качества, и что этот обзор или надо переделывать, или вообще не надо публиковать. Это было воспринято как удар по объекту, по организации, а корпорации они нетерпимы к критике. И вот это оказалось событием, которое, безусловно, в мире академической медицины в 2018 году является самым ярким событием. Я говорю о медицине и обещал говорить об эпидемиологии. Тут есть проблемы с определением. Дело в том, что медицина, как предмет, она ведь не является наукой. Она является некой разновидностью социальной практики, чтобы помогать людям в их болезнях, в их страданиях. А какая же наука лежит в основе? Ну, это же не может быть вирусология. Вирусологией занимаются вирусологи. Это не может быть химия. Это не может быть нейробиология. А что такое медицина, социальная практика? Но есть же у нее какая-то научная основа. Так вот, научная основа медицины – это эпидемиология. Потому что эпидемиология – это наука, которая изучает события, имеющие отношение к здоровью человека, и факторы, которые на них влияют. Ну, например, связь вируса с появлением болезни, связь температуры со смертностью, связь лекарства с исходами лечения. Вот эти вот связи изучает эпидемиология. Таким образом, эпидемиология – это наука медицины в целом. Но, как и многое в области наука человека, в 20 веке она очень сильно трансформировалась. Еще до Второй мировой войны, почти во всем мире, эпидемиология рассматривалась только как наука об инфекционных заболеваниях. И это понятно, потому что исторически было так. Многие инфекционные болезни изучались прежде всего, как связь между вылетом москитов и возникновением заболеваний. Какой там вирус передается, что за болезнь возникает, не было известно. Но было известно, что вот москиты и вот заболевания. И вот эта связь давала основания для того, чтобы это дело определить и сказать, что вот это особая болезнь. Сегодня для тех, кто изучает медицину в медицинских институтах, это кажется чудом, потому что изучают ее, навешивая на знания физики, химии, биохимии, анатомии, навешивают болезни. И кажется, что болезни можно объяснить через анатомию, через процессы, которые там протекают. Это является абсолютно неверным. В действительности медицинские явления, то есть болезни, они представляют собой вот такие вот совокупности больных, у которых есть общее свойство. То есть вот люди, у которых есть общее свойство при их страданиях, это вот и есть болезнь. И врачи, наблюдая за своим больным, выделяют, это исторически многократно было, «О, а вот эти люди-то особенные, у этих людей есть особенности, и если на этих людей посмотреть внимательнее, мы можем определить, что это за особенности, обрисовать их». Ну вот, например, как впервые был синдром приобретенного иммунодефицита описан, так вот так вот он и был описан. Это люди, у которых развивались нетипичные опухоли, а что у них было общее? А общее у них было то, что они были гомосексуалами. Это дало основание для того, чтобы выделить в отдельную группу. А дальше начались мысли о том, а что же их связывает, почему это у гомосексуалов, значит, возникает иммунодефицит. И первая идея, которая разрабатывалась довольно длительное время, это была идея о том, что они используют так называемые попперсы, то есть химические вещества, которые вызывают резкое снижение давления для того, чтобы улучшить оргазм. И вот влияние вот этих попперсов подавляет иммунную систему. Эта идея рассматривалась некоторое время как самое главное. Казалось, что вот связать вот это внешние условия с тем, что мы наблюдаем как болезнь, это и даст объяснение. Потом нашлись другие объяснения. И смена объяснений, это вообще дело довольно обычное. В медицине и биологии объяснения действительно меняются, потому что не всегда первое какое-то устойчивое объяснение является в конце концов правильным. Итак, эпидемиология – это наука медицины, которая лежит в основе медицины. И через эпидемиологию, через связь болезней с внешними условиями и исхода болезней с лечением мы узнаем все, что является сущностью знаний медицины. Но эпидемиология, конечно, широко простирает руки свои. Вот в следующий вторник, 11-го числа, значит, на Трехсвятительском будут демографы заседать. А демография – это часть эпидемиологии. То есть они себя так не считают, конечно, они считают, что у них отдельная наука. Но как раз будет доклад именно об эпидемиологии и демографии. Я полагаю, что это может быть для вас интересно, потому что, ну, в общем, сегодня значительная часть, по крайней мере, нашей сильной демографической школы, она завязана на изучении не столько смертности, сколько смертности привязки к заболеваниям. И некоторые наши ученые, такие как Андреев, они сделали очень много к тому, чтобы расслоить вот эту смертность по причинам смерти и изучить, какой вклад она вносит в разном возрасте смертность в нашей стране. И вот в этом смысле получается так, что демография просто, она более ограничена, она изучает рождение, смерть и причины смерти. И перемалывая вот много раз очень тщательно с использованием более или менее сложных статистических моделей, вот эти вот, вот эти факты, она получает вот те построения, которые влияют так сильно на политику человеческих сообществ, в частности, в нашей стране. Одни демографы говорят, мы можем к 24-му году получить 78 лет, а другие говорят, нет, мы можем получить только 76. И вот эти вот прогнозы, они являются, конечно же, большим преувеличением возможности эпидемиологии. Эти прогнозы по необходимости являются инерционными, то есть они предполагают, что то, что мы знаем о течении процесса сегодня, оно будет сохраняться завтра, послезавтра. И если мы элементарно можем протянуть вот это вот на один год, то протянуть на 6 лет, вот этот вот наш инерционный прогноз, предполагая, что и дальше будут возрастные коэффициенты смертности сохраняться, является довольно большой проблемой. Для иллюстрации этой проблемы у меня есть еще одна история, связанная с Москвой, где в 2003 году происходило заседание Всемирно-банковское, посвященное уже упомянутому СПИДу. И на этом заседании человек, который уже тогда возглавлял Центр СПИДа Вадим Покровский, представил вот такие вот кривые, типа вот в Соединенных Штатах вот так идет эпидемия, а в России эпидемия идет вот так. Исходя из этого, исходя из этого, что в Соединенных Штатах вот так, а в России вот так, в 2003 год, в 2003 год, Покровский делал вывод, что у нас-то вот может быть вот так, а у них-то вот так. Инерционный прогноз. Сидящий рядом со мной человек, с которого я тогда не знал, ну, наверное, как фигня все это сказала. В действительности все зависит не от того, как вот мы кривые будем продолжать, а от того, чем движется этот процесс. Этот человек-то Михаил Фаворов, он потом занимал очень высокие должности в инфекционном мире, а тогда он в этот момент руководил лабораторией центров, следующее, CDC, Центр по контролю инфекционной заболеваемости американских, по Центральной Азии. Американцы в своем стремлении о благодельстве человечества и свое собственное благополучие, они содержатся в таких местах, как Центральная Азия, там в Африке в нескольких местах, на Юго-Восточной Азии, содержат специальные лаборатории, которые занимаются контролем того, что происходит там. Потому что во всех этих местах возможно возникновение эпидемий, которые могут иметь потенциально глобальные последствия. И вот Фаворов был тогда там в Центральной, в Ташкенте у него был этот центр, он им руководил. И он сказал, в это время, в это время, сказал он, как вас зовут, Вася, говорю, Вася, вот в это время, у нас же сейчас происходит переключение, сейчас происходит переключение на химический героин, на синтетический героин. Соответственно, нет необходимости вот эту вот кровь туда подавать. И, соответственно, пути заражения станут другими, это будет как-то по-другому выглядеть. Я не знаю, как, сказал он будет выглядеть, но посмотри. И он достал свой ноутбук и показал мне красивые кривые по Центральной Азии. Сказал, этого не будет. Так вот, Миша оказался прав. В действительности, в это время происходило несколько процессов, которые, с одной стороны, можно было бы описать цифрами, а с другой, конечно, нужно было бы описывать, зная ситуацию. Вот более глубокое знание с его стороны позволило ему сказать, что ситуация будет развиваться по-другому, что в России произойдет вот так. Почему? Потому что в России начали активно тестировать. И в России действительно активно на тестировали очень много, очень много интенсированных людей. Потом перестали тестировать, и возникла вот эта вот полочка. Но заболеваемость никуда не делась. И после этого заболеваемость продолжала расти, а в Соединенных Штатах, благодаря тому, что там была проведена некоторая профилактическая работа, скорость прироста заболеваемости резко снизилась. Более того, в это же время появились лекарства для лечения, для лечения вируса, лечения СПИДа. Они не убивают вирус, но они резко снижают концентрацию вируса в крови. Эти люди становятся менее заразными, и эти люди одновременно, конечно, они страдают от обочных эффектов лечения, но они, в общем, живут почти нормальной жизнью, принимая эти лекарства. И вот то, что произошло между этими двумя кривыми, сегодня иначе, чем катастрофой, нельзя назвать. В Соединенных Штатах почти полностью инфицированные люди покрыты лечением, доступом к лечению, а у нас доступность для лечения для инфицированных людей составляет только где-то около 30%, и предполагается, что мы к 60% подойдем только года через 3-4, а покрытие порядка 90% предполагается только в перспективе 10 лет. Что будет в перспективе 10 лет, мы не знаем, но мы знаем, что сегодня в России вот с этого времени смертность в расчете на 100 тысяч населения растет вот так. Это катастрофическое событие, и оно отражает, более всего отражает ту проблему, которая стоит перед страной. И вот тут опять к цифрам, опять к статистике, опять к анализу. Поскольку недавно был опубликован отчет Семьерной организации здравоохранения по СПИДу, возникла дискуссия, большое интервью дал Вадим Покровский, который указал, что как у нас много СПИДа и как у нас плохо все делается, Министерство здравоохранения выступило с пресс-релизом, в котором опровергло и Покровского, и Всемирную организацию здравоохранения. Каким образом они это сделали? Они сказали, что в нашем регистре, который мы ведем уже второй год, в нашем регистре, больных значительно меньше, чем вы говорите. А регистры – это официально признанные данные. И вот здесь мы находимся в очень интересном моменте. демографы зависят от того, что записано в живых умерших причинах смерти. А врачи-эпидемиологи, которые изучают прижизненные события, зависят от того, как записано, сколько больных и чем заболевших. И вот эта ситуация, поскольку очень многие вещи, они эмоционально, политически заряжены, она не может не влиять на то, что мы изучаем. Вот в 2015 год у нас был объявлен годом борьбы сердечно-сосудистыми болезнями, а в 2017 году была опубликована замечательная статья, которая показала, что в России в течение предыдущих четырех лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний систематически снижалась, но при этом смертность от старости и некоторых других болезней повышалась. Причем, насколько снижалась сердечно-сосудистая, настолько повышалась и прочее. То есть, были просто переклассифицированы причины смерти бюрократически. Это очень хорошая статья, она в особенности мне мила тем, что она сделана очень простыми средствами, там никакого сложного статистического моделирования нет, там просто тщательно сверены цифры, составлены таблички и конечная табличка, которую я хотел бы показать, в ней как раз буквально совпадает, до тысячи человек совпадает вот это количество уменьшения смертности сердечно-сосудистой и увеличения прочей смертности. Вот, является ли это чем-то уникальным? Нет, не является уникальным. До этого 10 лет назад, по-моему, примерно 10 лет назад в Казахстане произошла такая же вещь, там тоже была объявлена борьба с сердечно-сосудистыми болезнями и у них сердечно-сосудистая смертность в течение двух лет рухнула чуть ли не на 30%, но при этом общая смертность осталась точно такой же. Ну, естественно, тут же было дано указание все это поправить, а они поправились. Это не единственные примеры, можно привести еще и другие примеры из этой области. Это я к чему? К тому, что у нас очень сложная ситуация, очень сложная ситуация. Эпидемиологи, когда работают вот с этими данными о населении, они вынуждены работать с плохими данными. И очень многие эпидемиологи, да и демографы тоже, они специально сужают свой объект изучения для того, чтобы работать только с хорошими данными. Результат получается странный. Оказывается, что, допустим, мужчины изучены лучше, чем женщины. Журналы хорошие изучены лучше, чем плохие журналы. Ну, и специально такая область исследований эпидемиологической журналологии такая. Европейцы изучены лучше, чем африканцы. Почему? Потому что, может быть, и хотелось бы изучать африканцев, но как их изучать, если о них никакой статистики нет? Это удивительно, но вот за последние 50 лет не произошло количественного изменения стран, в которых содержится хорошая статистика населения. То есть, как было порядка 30 стран, в которых не было регистрации рождения и смертей, так это и осталось до сих пор. За 50 лет никакого улучшения не произошло. В тех странах, где была, она может улучшаться, но там, где ее нет, вот так вот около 30 стран до сих пор не имеют хорошей статистики. И вот в этом отношении я приглашаю вас обратить внимание на совершенно замечательный проект, который развивается постепенно уже тоже 30 лет. Я косвенное отношение к нему имею с 93-го года. Это проект глобального времени болезней GBD. Сейчас он находится в самом своем ярком состоянии, поскольку уже несколько лет фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставляет им хорошие данные. И если вот вы на GBD погуглите, вы сразу выйдете на их сайт, там совершенно восхитительные средства для количественного моделирования примитивно к разным странам, к регионам стран, потому что многие страны предоставляют региональную статистику, в том числе и Россия уже два года как предоставляет региональную статистику. Региональную статистику предоставляет Нигерия, Китай, естественно, Великобритания, Соединенные Штаты. И это позволяет нам лучше понять, что происходит в мире. И очень важно, что это проект, который изначально построен на то, чтобы использовать плохую статистику. Плохую статистику, например, там, где есть, допустим, группа стран и в какой-то очень плохая статистика, то используются методы экстраполяции на ближайшие страны для того, чтобы то, что известно в хорошей соседней стране, можно было бы экстраполировать и на соседнюю, и на соседнюю страну. Это совершенно восхитительный проект, я приглашаю вас обратить на него внимание. А вот теперь я хотел бы сделать отступ от такой вот общей макроэпидемиологии в сторону эпидемиологии более частной, но, мне кажется, еще более интересной и, наверное, более иллюстративной в отношении того, как мы развиваемся. В 1972 году была издана замечательная книжка «Причины рака» двух авторов Долла и Пито. Ричард Долла и Ричард Пито. Долл и Пито. Удивительным образом эта книжка уже через два года была напечатана на русском языке. Это в действительности не такое уж редкое событие. Каким-то образом в Советском Союзе очень хорошие книги обнаруживались и, во всяком случае, вот я знаю, в медицине некоторые статистические книги, обнаруживались как-то и переводились, публиковались в очень короткие сроки. Как это можно было делать, я не очень хорошо представляю, но это было сделано. И вот эта книжка была опубликована. Почему она была опубликована и почему я считаю чрезвычайно важной? Это в действительности основной труд, в котором описывается некоторая общая теория канцерогенеза. Первая. Они построили эту теорию. А еще они представили там довольно много данных, которые показывают, как это происходит, и какие факторы риска на это влияют. Тот пример, который я сейчас вам расскажу, он является плохим примером, но он примечателен. Почему? Потому что этот пример, этот плохой пример с сегодняшней точки зрения, он был приведен двумя величайшими эпидемиологами 20 века. Почему? Это эпидемиологи номер один в 20 веке. Какая картинка? Значит, вот здесь вот потребление жира на душу населения. А здесь смертность от рака молочной железы с поправкой на возраст, естественно. что здесь, какие здесь точки? А это страны. И вот этот эллипсоид, он выглядит очень убедительно. Это не то, что там какие-то экономисты или социологи рисуют, когда у них там вот здесь вот все точки, а тут какая-то, и они говорят, о, у нас какая корреляция. Нет, не такая. А вот настоящая, вот такая вот честная корреляция, порядка 0,86, что-то вот такое. Вот. И это было убедительным основанием для того, чтобы утверждать, что потребление большого количества жира ведет к увеличению риска рака молочной железы. И это было одним из оснований в середине 20-го века для того, чтобы рекомендовать есть меньше жира. Это было рука об руку сердечно-сосудистыми исследованиями, исследованиями сердечно-сосудистых заболеваний. И к концу 20-го века, как вы знаете, борьба с жиром и холестерином, это было основное основное направление оздоровления населения. Так вот, почему и что это с сегодняшней точки зрения это кажется абсолютно невозможным, чтобы умные люди такое описали. Но это было написано. Вот здесь находятся страны, южно-типа Танзании, Уганды, Тайване, а здесь находится Бельгия, здесь находится Франция, здесь находится Великобритания. То есть, совершенно очевидно, что различия между этими странами, между этими странами, они никак не могут быть сведены к употреблению жира. Но у этих исследователей тогда не было идеи, вообще просто не было идеи сформировано о том, что так называемые экологические данные, вот такого рода исследования называют экологическими сегодня. Это же экологическое исследование, потому что сравнивают с разные места. Их нельзя переносить на сравнение людей. Сегодня это называется экологическое смещение, экологическая ошибка. Вот именно другой пример. Если взять одну популяцию, русскую популяцию, например, то в ней дети, рождающиеся с малой массой тела, они будут иметь повышенную смертность в течение первого года жизни. Но если мы возьмем разные страны и выделим из них те страны, где дети рождаются с малой массой тела, не будет там повышенной смертности. То есть, переносить с индивидуальных сравнений на межнациональные сравнения нельзя, или межрегиональные сравнения, но они этого не знали. Они этого тогда еще не знали. Хотя сегодня это кажется элементарным. Но это называется опять смещением от взгляда назад. Человек, который в текущих условиях что-то делает, он делает это, не зная, что из этого в конце концов получится. А когда директор на следующий день ругает доктора, как же мерзавец мог так оказывать плохо помощь, он-то уже знает, что больной умер. он совершенно по-другому оценивает эту ситуацию. И вот сегодня мы не должны, конечно, к великим Долу и Питу относиться слишком критически, но для нас важно, что дальше произошло. Дальше произошло вот что. Дальше были проведены исследования, так называемые сравнения с контролем. Исследования сравнения с контролем или case control studies. Это тоже большое изобретение 20 века. В этих исследованиях берут людей больных и людей здоровых и смотрят, чем они отличаются по тому, что у них было в прошлом, до заболевания. Например, жили ли они в городе или жили ли они в селе. И если оказывается, что больные имели чаще сельское происхождение, чем здоровые, то вот это расхождение и является основным предположить, о, может быть, это связанность с тем, что эти люди росли на селе, может быть, они соприкасались с какой-то инфекцией, может быть, не питались по-другому и так далее и тому подобное. То есть, это исследование, которое идет вот отсюда, сюда, пардон, от из сегодняшнего дня в прошлое. Иногда, когда-то эти исследования называли ретроспективными, сейчас такая терминология не употребляется. Это чрезвычайно эффективные исследования для выявления связей. Но они плохи тем, что они не позволяют определить, какая это связь. Является ли эта связь причинной или она возникает просто потому, что сельские больные чаще оказываются в поле зрения. То есть, вот на примере исследования сравнения с контролем была очень большая дискуссия в 70-е, 80-е годы 20-го века выдающийся американский биостатистик Альван Фейнстайн. он очень много сил потратил на то, чтобы подавить применение в клинике исследований сравнения с контролем. Несмотря на то, что были блестящие результаты полученные в этих исследованиях, он сделал все для того, чтобы на первое место вышли когортные исследования и клинические испытания. Чем отличаются когортные исследования в первую очередь от исследований сравнения с контролем? Тем, что в них как бы меняется направление изучения ситуации. То есть берутся городские и сельские жители, за ними наблюдают и смотрят сколько из них будет больных и сколько будет здоровых. То есть здесь можно посчитать сколько из ста городских заболело и сколько из ста сельских заболело. Здесь этого посчитать нельзя. здесь есть связь, которую можно выразить, например, отношением шансов. А здесь можно посчитать риск и отношение риска. И вот применительно к этому к этому к этой проблеме в исследовании сравнения с контролем подтверждалась связь между раком и использованием и употреблением большого количества жирной пищи, а в исследованиях когортных эта связь не подтвердилась. И на основании того, что в более доказательных исследованиях термин доказательный используется очень сильно в медицинской литературе в течение последних 20 лет для того, чтобы показать, что доказательный evidence-based, как в суде, что доказательства подтверждают правоту. Вот в этом смысле когортные исследования являются более доказательными, они более уверенно показывают нам на наличии связи, если таковая есть. И вот в когортных исследованиях эта связь между жиром и заболеванием раком молочной железы, эта связь не прослеживается почти. Вот на основании этого был сделан более правильный, как мы сегодня считаем, вывод, что эта связь, которая здесь просматривалась и определялась здесь, она является ложной. Но хотелось бы, может быть, ответить на этот вопрос по-настоящему. Так все-таки как вот там причинно эта связь существует или нет? И для этого остается только один способ провести клинические испытания. Клинические испытания могли бы дать ответ, но как можно заставить одних людей жирную пищу, а других не есть жирной пищи? Это совершенно невозможно. Невозможно одних людей заставить курить других, чтобы они не курили. Мы можем только наблюдать за этим процессом, но наблюдение в когортном исследовании, в когортном исследовании это наблюдение, которое является изначально неполноценным, потому что люди, которые родились в городе, например, в данном случае, они обладают массой других свойств, которые нам неизвестны. Они образование, питание, другие родители, очень много всего. И точно то же самое в селе. Какой бы мы признак не взяли в когортном исследовании, он никогда не будет один. Поэтому клинические испытания кажутся основным направлением. Но мы не можем изменить вот эту судьбу, мы не можем рандомизировать курильщиков или не курильщиков, но идея контролируемого испытания стала основной, на основании которой моделируется все сегодня в эпидемиологии. Такой австралийский эпидемиолог финского происхождения, который живет в Канаде, Олли Ме Тинин, он про разные способы исследования, он как-то высказался, что вообще любой способ исследования настолько хорош, насколько он приближает нас к рандомизированному контролируемому испытанию. Рандомизированный контролируемый испытаний теоретически были обоснованы в начале 20 века английскими статистиками, но хороших рандомизированных контролируемых испытаний не проводилось до Второй мировой войны. Ну, наверное, людям в мире было чем заняться, а первое испытание было проведено, как это часто бывает, не потому, что оно считалось очень нужным, а потому, что условия возникли. Американцы изобрели и начали производить стриптомицин для лечения туберкулеза на основании опытов на морских свинках. Тогда считалось, что с животных можно результаты переносить на людей, это была абсолютно обычная практика. Препарат действительно лечил морских свинок от туберкулеза, и он стал успешно лечить американцев от туберкулеза. Но в 46-м году американцы союзникам, англичанам подарили сколько-то там, полкилограмм 30-ти этого стриптомицина. Этого было недостаточно категорически для того, чтобы лечить всех английских больных туберкулезом, а туберкулеза тогда было очень много. Но возникла идея не лечить каких-то там особенно нужных хороших людей, а провести хорошее исследование. И вот они впервые провели такое исследование, в котором одних пациентов лечили с помощью стриптомицина, а других лечили теми методами, которые были раньше, то есть там хорошим питанием, свежим воздухом, хорошим сном и так далее, хирургии, там есть некоторые хирургические вмешательства. И вот в 48-м году это первое испытание было опубликовано и с той поры, с той поры после некоторой задержки, после некоторой задержки количество рандомизированных контролируемых испытаний стало возрастать. И вот если мы сейчас посмотрим статистику публикаций медицинских и где посчитаем допустим долю от всех публикаций, которые приходятся на рандомизированные контролируемые испытания, то она растет вот таким вот образом. Почему? Да потому что с той поры постепенно устоялось представление о том, что рандомизированные контролируемые испытания это реально единственный способ измерить эффект вмешательство. Потому что если мы этого не будем делать, то у нас частоты вот в этих вот группах, частоты в этих группах, они оказываются совершенно непредсказуемыми. Они могут находиться под влиянием чего угодно, абсолютно чего угодно. И вот здесь мы с вами возвращаемся опять к окраин коллаборейшн, потому что это действительно был большой перелом в конце 20 века вот в этой вот точке, вот в этой вот точке, вот здесь 1993 год выдающийся шотландец, живущий в Оксфорде, Ян Чалмерс, он занимался эпидемиологией перинатальных проблем, то есть проблем, которые возникают непосредственно перед рождением и после рождения ребенка. Перинатология. Вот он занимался эпидемиологией перинатальных проблем и он первый создал полную коллекцию аномизированных контролируемых испытаний, касающихся всех проблем перинатологии. Он сначала это собирал на карточках, потом это у него появились распечатки значит вот с какого-то компьютера, не помню какой модели он пользовался, потом он стал ее распространять на дискетах, а в 93-м году вместе с другими идеалистами, о которых я уже говорил, они создали The Cochrane Collaboration и в течение длительного времени, по крайней мере 15 лет в области перинатологии работа окраиновского сотрудничества была наиболее успешной. В чем заключалась эта работа? Это было составление так называемых систематических обзоров. Систематический обзор это такой обзор, который не просто описывает то, что нам удалось прочитать в литературе, а это такой обзор, в котором собирается вся релевантная литература, из нее выбирается только та, которая доброкачественная и на основании делаются обоснованные выводы. То есть читатель может быть более или менее уверен, что он имеет дело со всем человеческим знанием, качественно оцененным и хорошо сформированным. Вот в 90-е годы развиваются статистические технологии так называемого метаанализа, то есть вычисления обобщенной оценки для ряда разнородных исследований, разрабатываются критерии оценки, и это все очень сильно изменилось за последние 30 лет. Очень большой прогресс в этой области. Так вот, одна в качестве иллюстрации того, какие проблемы решаются с помощью проведения хорошего систематического обзора. В конце 90-х годов для лечения шизофрении стали предлагать и выпускать на рынок новые препараты. Их так и назвали новые антипсихотики. И они якобы обещают больным шизофрении более эффективное ослабление симптомов при меньших побочных эффектах. Но при проведении систематического обзора выясняется, что спонсор клинического испытания, поскольку в этом испытании был очень хороший результат, опубликовал это испытание более 150 раз под разными названиями, на разных языках, с разным составом авторов, естественно, с разным текстом. То есть таблички количественные данные были связаны между собой, а тексты автора все было разное. И вот представляете, нормальный доктор, который открывает каждую неделю, представим себе, читающий доктор, он каждую неделю открывает там новые журналы австралийские, бразильские, американские, канадские, и считает, вот, какое замечательное исследование опубликовано по этому препарату. Еще одно, 150 публикаций с лишним. А это всего одно исследование. Как нормальный человек не может разрешить эту проблему, а систематический обзор может, потому что он дает только одну точку для этого исследования, и нисколько не более весомую, чем остальные точки. Вот, эта работа, она продолжается до сих пор. Сегодня библиотека Кокрейновских обзоров является самой полной библиотекой, на которой базируются данные, данные, которые рекомендуются в клинических рекомендациях, но это категорически не решает всех проблем. Почему? Потому что в процессе работы Кокрейновского сотрудничества не только были разработаны более тонкие методы оценки качества и обобщения результатов. Обнаружилось, что при применении более тонких методов оценки качества значительная часть клинических данных этим критериям качества не соответствует. То есть сегодня, считая систематический обзор, мы сплошь рядом в его заключении обнаруживаем четыре исследования все невысокого качества или все низкого качества. Эти исследования указывают, что возможно есть какой-то лечебный эффект. К сожалению, качество исследований с точки зрения понимания сегодняшней методологии очень низко. но это это и вызов. Современные исследования это показано историческим анализом современные исследования становятся все лучше и лучше и касается это не только терапевтических исследований, касается диагностических исследований. Постепенно качество медицинской науки становится лучше. Но появляются некоторые простые, но очень плодотворные идеи, которые подсказывают жизнь. 4 года назад эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке и быстрая разработка вакцин для ее профилактики привлекла внимание к тому, что эти вакцины очень трудно испытывать. Если у нас есть потенциальная вакцина, как мы можем не вакцинировать людей, у которых риск смерти очень высок при заболевании? Мы же не можем одних вакцинировать, а других давать пустышку. Это было бы нечестно. Мы не сделали бы того максимально хорошего, что могли бы сделать. И вот тут он был изобретен немножко раньше, но только тут привлек внимание так называемый step wedge дизайн. Ведж это клин. Но мы все-таки переводим это дело как ступенчатый дизайн. В чем заключается этот дизайн клинического испытания? Для испытания выбираются совокупность регионов, например, в какой-нибудь стране в Западной Африке, и они рандомизируются, не люди, а регионы. И в случайном порядке сначала, допустим, вакцинируется с первого дня вакцинируется вакцинируется вот этот регион, через два месяца вакцинируется этот регион, через четыре месяца вакцинируется этот регион, потом этот регион и этот регион. В результате все оказываются в течение некоторого достаточно короткого времени вакцинированы, но возникает возможность сравнивать вакцинированных и невакцинированных, вакцинированных и невакцинированных, вакцинированных и невакцинированных. То есть появляется возможность требования реальной практики и помощи совместить с получением научных данных. Это очень большая проблема в здравоохранении, потому что руководители здравоохранения, в особенности высокопоставленные руководители здравоохранения, они всегда полагают, что та идея, которая пришла им в голову, идея реформы, она является совершенно замечательной, что так оно и должно быть. Ну, как-то, Шура, пилите, пилите, какие же они еще могут быть, если не золотые. Это происходит во всех странах, в Великобритании, в России, везде. Если придумывают какую-нибудь, допустим, систему оплаты медицинской помощи, ну, конечно, это же самые замечательные оплаты, ее надо вводить там, допустим, вот срочно. И во всей стране вводят, и никто не знает, какой результат она принесла. Действительно ли это хорошее нововведение? Вот, пожалуйста, это очень, это вот пример того, как можно сделать так, чтобы преодолеть эту проблему. Другой пример, это касаемо на микро, на микро уровне. Легко проводить рандомизированные испытания, когда есть новый препарат, и никто не знает, действует он или не действует. Можно, люди соглашаются участвовать в испытании, одних лечим, других не лечим, и смотрим, что получается. А если люди уже привыкли к этому и чего-то хотят? И вот самый типичный пример – это иглоукалывание. Очень многие люди верят, что это иглоукалывание есть в пользу. Они не будут давать согласия в значительной части на то, чтобы проводить клиническое испытание. Что было придумано? Так называемый дизайн целина. Приглашают в испытание всех людей, допустим, с болями в пояснице. И тех людей, которые хотят, чтобы их иглоукалывали, создают одну группу. Людей, которые категорически не хотят, чтобы их иглоукалывали, такие тоже есть. Их в другую группу. А вот тех, которым все равно, которые готовы участвовать, их рандомизируют. И обратим внимание, здесь статистические выводы невозможны. Но глядя на эти результаты и сопоставляя с рандомизированным испытанием вот здесь, можно оценить еще и влияние субъективного фактора, того, что этим людям дает их субъективная уверенность в том, что они получили правильное лечение. Вот это сегодня дизайн, который используется достаточно широко. Ну и в заключении я скажу об еще одной вакцинальной проблеме. Речь идет о гриппе. Как известно, против гриппа существует широко в мире распространенная вакцинация. И эта вакцинация очень активно продвигается в практику на государственном уровне. Причем государства богатые, просвещенные, они наиболее активно это продвигают. Дело в том, что разработка вакцин против гриппа, она является уникальным, практически единственным примером долговременного международного сотрудничества в области здравоохранения. По всему миру собираются сведения о возникновении эпидемии гриппа, выделяются возбудители, они централизованно анализируются, и каждый год выдается прогноз о том, какие будут варианты гриппа на будущий год. После этого фармацевтические компании, получив информацию о том, какие будут варианты вируса циркулировать на будущий год, изготавливают вакцину. И эта вакцина во всем мире примерно одинаковая. Возникает вопрос, а как проверить, насколько она хорошая, эта вакцина? Когда ее испытывать? Если в августе сообщили, какую надо разрабатывать, в сентябре ее быстренько сделали. Как ее испытывать? И тут была использована единственная в своем роде модель. В рамках международного сотрудничества было подтверждено, утверждено, правильнее сказать, что если все производители работают на высоком уровне техническом, соответствуют определенным техническим критериям, то вакцину можно не проверять. То есть, как бы вот этот процесс производственный, он гарантирует качество вакцины. В действительности о гарантиях речь категорически не идет. В действительности вакцины противогриппозные исследованы недостаточно хорошо. Более того, некоторое время назад их вообще перестали испытывать в сравнительных испытаниях. Вы спросите меня, а как же тогда утверждают, что они предотвращают болезни? В течение уже ряда лет используется очень причудливый дизайн. Так называемый тест-негатив дизайн. Его придумали специально для того, чтобы доказывать эффективность противогриппозных вакцин. Выглядит это примерно так. Сначала вот так я скажу. В когортном исследовании посмотреть, насколько эффективны вакцины нельзя. Почему? Потому что люди, которые вакцинируются и которые не вакцинируются, даже в средне довольно однородной нашей аудитории, это разные люди. Люди, которые вакцинируются, это сплошь и рядом в западных странах, это более образованные люди, люди с более высокими доходами, которые по утрам бегают, едят натуральную пищу и так далее и тому подобное. А те, которые не вакцинируются, сплошь и рядом люди, которым… Ну, как бы все пофигу. Более того, оказывается, что они, эти люди, еще отличаются по своему, что называется, care-seeking behavior, то есть по своему поведенческому отношению к медицинской помощи. То есть люди, которые идут за вакцинацией, они же с более высокой вероятностью пойдут и за помощью врачу, когда заболеют. А те, которые не вакцинируются, они к доктору не пойдут. В результате, если мы будем смотреть на вакцинированных и не вакцинированных, смотреть, кто заболел, кто остался здоровым, то мы будем получать цифры, которые в действительности к вирусам не имеют никакого отношения. Это все будет очень сильно искажено. Более того, мы не знаем, насколько искажено. Что придумали с тест-негатив-дизайн? Вместо того, чтобы смотреть, как часто заболевают вакцинированные и не вакцинированные, стали смотреть на тех, только на тех, кто пришел за медицинской помощью. Люди приходят за медицинской помощью и делают анализы. У кого-то обнаруживается, что он заболел гриппом, а это плюс грипп. А здесь будет, а у этих нет гриппа. Нет гриппа – это что? Значит, другой вирус, простуда. Или сейчас правильнее говорят, гриппоподобное заболевание. Influenza-like illness. Значит, вот эти грипп, а вот эти не грипп. А теперь остается только выяснить, сколько здесь было вакцинированных. А сколько здесь было вакцинированных. Если среди тех, кто заболел другими болезнями, вакцинированных много, значит, вакцина защищает. А среди тех, кто заболел гриппом, вакцинированных мало. Доказательство того, что вакцина защищает. Но эта модель для присутствующих здесь людей, не чуждых математики, это понятно, что эта модель хорошо работает, если включаются все люди. Достаточно только быть какой-то селекцией, и чтобы сюда приходили и тестировались какие-то отдельные люди, и все вот эти связи летят коту под хвост. Но тем не менее, вот сегодня это основной способ, благодаря которому подтверждается эффективность вакцинации во всех странах. Придумали это, конечно, хитроумные американцы. Там сто лет назад пели англичанин, хитрец, чтобы работе помочь за машиной, придумал машину. А вот последние 50 лет в этой области доминируют американские эпидемиологи. Вот они придумали вот такую штуку, и сегодня эффективность вакцинации против гриппа подтверждается вот такими вот наблюдательными исследованиями. Не могу не рассказать еще об одной проблеме, которая тоже уводит нас в область попыток уменьшить неопределенность для того, чтобы приблизиться к истине. Есть такая проблема, кстати, тоже обнаруженная всего, по-моему, всего 5, по-моему, 6 лет назад. Есть такой самый цитируемый биологии ученый, ученый Джон Иоаннидис. Он написал самую цитируемую статью, которая называется так, «Почему все опубликованные исследования являются ложными?». Ключевой тезис там не единственный, но ключевой тезис считает, что исследователи так озабочены погоней за статистической значимостью, за статистической достоверностью, чтобы было п меньше 0,05, что то, что они получают и публикуют в результате, не имеет никакого отношения к истинным связям и качеству исследований. Довольно аргументированная, парадоксальная статья, и читать его одно удовольствие. Он обнаружил, как я уже сказал некоторое время назад, что фармацевтические компании, для того, чтобы наверняка найти применение, разработанное им продуктом, они вместо того, чтобы предлагать продукт для лечения болезни щитовидной железы, они берут этот продукт и не испытывают его в одном испытании для данной болезни, а начинают испытывать сразу против десятка болезней. Но это как бы отдельное испытание. А поскольку это отдельное испытание, никакой коррекции на множественное сравнение, которое мы учим всех студентов, соответственно, не возникает. И в результате они находят применительно какой-то болезни, некоторые позитивные эффекты, и это позволяет с высокой вероятностью препарат вот к этой-то болезни и начать позиционировать. Слово-то какое – позиционируется как препарат для. Вот эта проблема, подчеркиваю, она была обнаружена совсем недавно, и сегодня можно вполне уверенно говорить, что по крайней мере часть дорогих новых препаратов, рематических, онкологических препаратов, они вышли на рынок благодаря вот такому хитроумному исследовательскому плану и маркетингу. В результате этой проблемы и целого ряда других проблем очень многие видные специалисты в области клинической эпидемиологии, то есть эпидемиологии, о которой больше всего я и говорю сегодня, эпидемиологии, имеющие отношение к клиническим реалиям, они говорят о том, что вот эта система, основанная на рандомизированных контролируемых испытаниях, она работает сегодня плохо. То есть в 1946 году открылась система, она оказалась очень эффективной, считалось, что решает все проблемы, а в течение последних 10-15 лет ощущается, что те, кто может ей помыкать и манипулировать, они успешно научились это делать. И, соответственно, возникает идея трансформировать еще дальше эту систему клинических испытаний каким путем? Путем проведения других, более сложных испытаний. Например, если такая глобальная идея вообще заставить фармацевтические компании сдавать деньги в общую кассу для того, чтобы все испытания проводили независимые специалисты. Вот. Эта идея обсуждается очень давно, серьезно, но, по-видимому, этого никогда не будет, просто потому что в современном мире трудно себе представить, чтобы кто-нибудь взялся за такой огромный объем работы. Это чрезвычайно дорогостоящие проекты, и их сложно реализовать. Но, тем не менее, до сих пор об этом идет речь. И вот два направления, в которых это может реализоваться, это так называемые зонтичные испытания, в которых собираются препараты, которые применительно к одной болезни должны быть испытаны, и они испытываются вместе, чтобы не дать спонсорам манипулировать дизайном в интересах своего препарата. Если будут разные спонсоры, то можно будет создать такой дизайн, когда они все вместе, эти препараты будут испытаны, и сравнение будет более объективным. Или, опять же, коллективный такой дизайн, баскет-дизайн, когда корзиночный дизайн, когда в одну корзинку складываются разные болезни, и один препарат исследуется уже точно против разных болезней одновременно. Такие препараты, в принципе, могут быть. Есть множество примеров, когда препарат работает против разных болезней. Ну, соответственно, вот и надо все вместе испытать, а не применительно к отдельной взятой болезни. И вот я думаю, что мы в течение еще длительного времени будем находиться в ситуации, когда наше осознание слабости наших данных будет одних разочаровать, а других очаровывать, так как меня очаровывает, потому что новые решения оказываются совершенно фантастическими, и указываются нам на то, какие же мы были дураки вчера, но какими умными мы можем быть завтра. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вы так много указали на неправильное исследование. Что будет все-таки считаться сейчас state of the art с таким правильным методом, современным, правильным? Я думаю, что сегодня и на ближайшие лет 10 точно будут доминировать клинические испытания, стандарты которых очень сильно усовершенствовались, то есть будет стремление к тому, чтобы все-таки получать хорошие результаты в клинических испытаниях. Но поскольку эти результаты очень сильно хочется получать в свою пользу, ими будут манипулировать. И вот этот процесс, он будет сохраняться в таком виде некоторое время, по крайней мере, еще. А вот какие клинические испытания при раке, при лекарствах для лечения рак? Значит, я очень рекомендую вам погуглить или прямо поискать на сайте британского медицинского журнала, он теперь называется The BNG. Там как раз по современным онкологическим препаратам приведена очень хорошая, очень хорошая, одно из них простые для врачей, не для исследователей, для врачей, статьи в отношении противораковых препаратов и того, насколько они испытаны. Надо сказать, что в области современных новых противораковых препаратов с одной стороны очень много-много обещающего, а с другой стороны очень много того, что заставляет говорить о несбывшихся надеждах. Я понимаю, что вы хотели, наверное, услышать у меня что-то более оптимистичное, а я опять говорю о проблемах, но для исследователей проблем всегда интереснее. Некоторые вещи есть совершенно восхитительные, но подчеркиваю, что никаких чудес все-таки в области новых противораковых препаратов препаратов сейчас нет. Более того, здесь есть одно, опять в подтверждении того, чем начинал, где с одной стороны исследовательские данные, с другой политика и все остальное. Есть, например, такая проблема, сегодня серьезно обсуждаемая в ряде стран, прежде всего в Соединенных Штатах, о том, что больные, которые сегодня умирают от рака, они не хотят ждать, когда закончатся клинические испытания. Дайте им надежду, позвольте им получать доступ к новым исследуемым препаратам. Никто не знает, что с этим делать, потому что если предоставить им возможность получать доступ к неиспытанным препаратам, это же ломается вся юридическая система, она же специально создавалась, чтобы людям предоставлять только проверенные безопасные препараты. Пока никто не знает, что с этим делать. Можно по поводу справедливаше отношение к тому, что называется, скажем, subgroup discovery, и вообще методы, идущие из data mining, и их другой тип мышления по отношению к стандартному статистике, которую в медицине не принято. Что вы думаете на это? По этому поводу существует очень много надежд. Дайте, пожалуйста, мой стаканчик. По этому поводу существует очень много надежд, но вот для традиционно мыслящих эпидемиологов это надежды, которые вряд ли принесут что-нибудь в ближайшее время. Дело в том, что те базы данных, которые сегодня доступны, они позволяют уже выявлять очень интересные связи, возникают очень большие проблемы с интерпретацией. Есть у меня такой любимый пример. Дания – это страна, в которой наибольшее количество высококачественных данных у населения собрано, о том, чем болеют, чем лечатся и так далее. Блестящее исследование было года четыре назад опубликовано. Значит, было найдено, что в Дании риск развития меланомы снижен у тех людей, которые имеют детей от разных партнеров. Причем это касается и мужчин, соответственно, множества женщин, и женщин, множество мужчин. Причем если от двух партнеров риск снижен, а если от трех партнеров, то снижен еще больше. То есть и количественная связь даже есть. Предполагать, что за этим стоит что-то, что за этим стоит что-то, что мы понимаем, что-то реальное, у меня вот голова не поворачивается. И никто не может ничего рационального предположить, за исключением того, что те, которые много рожают от разных партнеров, проводят больше времени под одеялом, поэтому меньше инсоляция. То есть вот думаю, что здесь главная проблема, главная проблема – это вот не только качество данных, что само по себе, но и сложности интерпретации того, что мы в результате получаем. Да, 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 никаких претензий в этом исследовании, никаких претензий к этому нет. Спасибо за Ваше выступление, Ватерий Викторович. У меня несколько вопросов относительно систематического обзора. Вы сказали, что собирается некий объем информации качественный, и хотелось бы узнать, как определяется именно это качество знаний. Вот, и по поводу степ-вэтч-дизайна, Вы сказали, что разбиение идет по регионам и с некоторыми задержками. И учитывается ли тяжесть болезни в связи с этой задержкой определенной? Нет, здесь в исходном никакой болезни нет, да? Это все здоровые, это вакцинация. Это вакцинация. Это рандомизация, да? А что касается систематических обзоров, значит, я рекомендую применить на клинике. Есть такой проект Great. Это наиболее совершенная технология оценки качества исследований, которая была разработана как раз в рамках кокрейновского сотрудничества. Она исходит из того, что, опять же, вот это очень интересная штука. В 95-м году канадец мексиканского происхождения Алекс Джадад предложил оценивать качество исследований по пятибалльной шкале. Типа, если рандомизация есть, то там плюс один балл, рандомизация хорошая, еще один балл, ну и так далее. Вот это шкала Джадада. Вы можете ее погуглить, до сих пор ее кто-то использует. Но потом было, ну вот ваш покорный слуга сразу говорил, что это фигня, но только где-то к 2000 году стало понятно, что нельзя складывать вместе качество отчета, качество выполнения исследования, качество проекта, полноту отслеживания пациентов, способ рандомизации и так далее. Поэтому стали говорить о том, что есть некоторые сферы, которые мы должны по отдельности оценить. Допустим, одна сфера, по-английски это называется domain, то вот это, что одна сфера, это рандомизация, каким способом она сделана, качество рандомизации, длительность отслеживания, что мы знаем о том, ослеплялись ли оценщики. Например, большая проблема в клинических испытаниях, пациентов, может быть, рандомизировали, но результаты лечения оценивали люди, которые знали, кого чем лечили. И в результате этого легко возникает смещение в пользу любимого лечения. Вот поэтому сегодня оцениваются не единой оценкой, а по отдельным пунктам. Подчеркиваю, проект Great. Это сегодня, если нет вот такой оценки качества исследований, то систематический обзор считается неполноценным. Спасибо. Можно сбор вопросов, как раз продолжающий. Вопрос первый, на всяком случае, с Незамом Алексеем и Уше. Значит, как Вы относитесь к постконсортовскому миру, как раз особенно в связи с европейскими инициативами по новому регистру? То есть проект Консорт, который с Грейдов совместно часто упоминают, он сейчас используется почти везде, начинается с Clinical Trials и так далее. А что Вы считаете, правильно ли сейчас европейцы делают свой новый регистр или нет? Сложный вопрос. Ну, Консорт – это вообще требование к публикации. Кстати, может быть, для аудитории будет интересно. Значит, есть вот эта инициатива по оценке качества публикаций, она одновременно нашла, как улучшить качество публикации. И вот требования Консорт – это были первые требования к описанию результатов клинического испытания, которые были сформулированы. Я сам принимал в этом косвенное участие небольшое в 90-е годы, но это был первый такой вот, первый набор требований к качественному исследованию. Сегодня есть большой проект, который называется «Экватор». По-моему, орг, сайт у них называется. Вот этот проект «Экватор», он соединяет сегодня массу рекомендаций для самого разного рода, самого разного испытаний. Но почему? Все-таки это проект качественного описания результатов исследований. Потому что все-таки качественное проведение исследует немножко другая штука. Это как производство яиц отличается от производства яичницы. Вот в этом смысле я уверен, что это очень важное направление, потому что люди, если они знают, что им нужно будет описывать, кто оценку проводил, вслепую или не вслепую, они задумываются о том, что это в дизайне надо учесть. Это срабатывает, безусловно. А решает ли это все проблемы? Нет, не решает. Ну вот, например, есть такая компания «Материя Медика», она производит стыдливую гомеопатию, гомеопатические препараты по существу, и они публикуют массу исследований, которые год за годом становятся все более правильно описанными. Все более и более правильно описанными. И если в ранних их исследованиях можно было обнаружить признаки вранья какого-то или, значит, некорректной работы, то последние публикации выглядят так, как будто они написаны в строгом соответствии с требованиями. Эта проблема никуда не денется. Это так же, как в диссернете. Можно изменить текст чужой так, что он не будет распознаваться как чужой. Вот эта ситуация... Подчеркиваю, в некоторых случаях до сих пор это легко сделать. Например, одна московская компания выпустила препарат фортелизин для лечения инфаркта миокарда, для растворения тромбов. И они якобы провели клиническое испытание. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они его проводили, но предположим, что они его провели. И они опубликовали такую статью, при прочтении которой я явным образом вижу, что там фальсифицированы данные. А если бы они следовали консорту, то они могли это дело замаскировать. Кстати, я очень рекомендую... Я не смог опубликовать вот эту вот рецензию в российских журналах. И я опубликовал на сайте Publons. Если вы его не знаете, то я очень вам рекомендую. Это не медицинский сайт, Publons, по-моему, work. Это сайт, где можно публиковать свои рецензии. То есть, статью отрецензировал, и туда рецензию. Там возникает регистрация, возникает регистрация, и делается это не через... Вот не так, как я. Я это сам опубликовал. А в принципе, это делается через редакции. То есть, это не нарушает никаких редакторских ограничений. Это вполне себе корректная практика. Я очень рекомендую, потому что таким образом, вот та работа, которую мы всем выполняем по рецензированию статей, она же, в общем, занимает время, как бы хотелось, чтобы она была как-то признана. Вот я очень рекомендую эту практику. Вот, а в продолжение, как раз, если даже учесть, допустим, как я считаю, европейцы слегка отстали, и надо бы менять дизайн именно самого репозитория, то как вы относитесь с точки зрения именно сращивания эпидемиологии с другими областями к сочетанию популяционных регистров и клинических регистров? Ну, вообще, как известно, никаких отдельных наук не существует. Это люди придумали, потому что они не могут выучить больше одной науки. И так что я считаю, что да, это было бы хорошо. Беда заключается в том, что при попытке связать разнородные данные мы сплошь рядом сталкиваемся с тем, что они у нас не стыкуются. Не стыкуются, поэтому приходится получать какие-то оценки с представлениями от их неточности, и потом сопоставлять это с полученными в других областях. К сожалению, я не вижу большой перспективы на ближайшие годы. Вот эта вот текущая сейчас работа по дигитализации всего и вся в нашей жизни, она как бы в перспективе к этому ведет, но очень важно, что, по крайней мере, в медицине, в той области, которую я знаю, очень большая часть сбора вот этих вот данных о людях, она базируется на всяких, на платежных системах. Грубо говоря, оплата медицинской помощи является основой для вот дигитализации в России. И не только в России, во всем мире. А раз система сделана для платежных целей, значит, соответственно, она искажена под эти цели. И ее все искажают под эти цели. Потому что главная цель у этих получить больше денег, а у этих не дать больше денег. В результате получается то, что получается. Эта проблема, подчеркиваю, это проблема во всем мире. Когда мы подойдем к очень хорошим системам, я не берусь предсказывать в этой области, может быть, это произойдет достаточно быстро, но всем при рождении будут вживлять метку под кожу. И все будут мечены, и данные будут идентифицированы. Я не уверен, что это произойдет быстро, и что это не породит какие-то другие проблемы, связанные с преднамеренным искажением, избеганием и так далее и тому подобное. Простите, как вы сами оцениваете тоже позитив, и не очень в 2020 году стоит ждать в Европе резкого возрастания качества и качества именно мультицентровых клинических исследований, связанных с Бекфармой, поскольку введется в действие общая инициатива об открытии науки? Нет, я не думаю, что произойдут какие-то радикальные изменения. Самые большие изменения, которые произойдут в ближайшее время, это произойдут на территории бывшего Советского Союза с примененно клиническим испытанием, с созданием общих правил Евразиатского Союза. Это будут большие изменения, и я думаю, что это будут очень положительные изменения. Что же касается ситуации в Европе, там не должно произойти ничего. Но боюсь, что предсказания в этой области очень сложно делать. Спасибо большое.